Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Время платить. Украина начала отдавать долги МВФ. Как это скажется на наших карманах? 72 года раздумий. Польша потребует репарации от Германии. Почему именно сейчас? Безаптечные. За что лишили доступа к лекарствам жители девяти сел в Черкасской области. Ведь никакам тут не место, как Трамп будет фильтровать мигрантов и кому не повезет. Эпопея с избранием меры пресечения Давиду по Белеру в Днепре продолжается. Это участник перестрелки, я напомню, в результате которой погибли двое бойцов АТО. Суд заседает уже четвертый день. Вначале задержанному инкриминировали умышленное убийство. Теперь вымогательство. Чем закончилось сегодняшнее заседание, расскажет Елена Миндалюк. Суд подозреваемого привезла скорой. Он чувствовал себя гораздо лучше. Ей был в сознании. Перед началом заседания по Белер даже согласился на интервью. Журналисты задавали вопросы на русском. А вот отвечал на них он. Исключительно на иврите. Как утверждают адвокаты, это его родной язык, ни украинского, ни русского, он якобы не знает. Они охолеогитрагды иврита. При этом еще вчера Давид спокойно общался с нами на русском языке без акцента. Вы помните события 24 часа? Что вы там делали? Я сейчас вообще ничего не помню. Если вчера интересы Павильера представляли трое адвокатов, то сегодня их было уже четверо. И, видимо, свои гонорары они отрабатывают. Во всяком случае, вчера избрать подозреваемому меру пресечения по статье умышленного убийства судей не смогли и стекло отведенное для этого время. Тогда его задержали по другой статье вымогательства на трое суток. Но и по этому обвинению меру пресечения Павильеру не избрали. Приглашенный переводчик взял самотвод. Я побаиваюсь за своих свидетельств. Прямых нет, но у меня бабушка состоит в еврейской общине. У меня дети учатся в еврейской организации. Теперь ищут нового переводчика. В сети продолжаются появляться подробности, связанные с участниками перестрелки. Например, как пишет одно из интернет-изданий, Дуарда Заокяна не было на похоронах атошника Алексея Вагнера, погибшего во время вооруженного конфликта. Хотя тот приехал на так называемую стрелку, чтобы поддержать бизнесмена. В день похорону Эдуард Заокян женил сына Карена. Торжество проходило в ресторане на берегу Днепра. Через фейсбук мы связались с супругой Кареной Ириной Кузьминой. Говорить что-либо на камеру она отказалась. Но в соцсети написала, что к свадьбе готовились полгода, а дата была утверждена больше месяца назад. Елена Медалюк, Евгений Коднецов. Подробности, телеканал Интер, Небр. А в Киеве сегодня перенесли рассмотрение дела о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича на 10 августа. Сегодня заседание Аболонского райсуда продлилось чуть больше часа. Государственный адвокат Януковича Виталий Мишетчик заявил о том, что едва успел ознакомиться с половиной документов и попросил дополнительное время. Также он утверждает, что не может связаться с подзащитным и не хочет начинать слушание без него. Прокуроры обвиняют защиту в затягивании процесса. Кроме этого, обвинение вызвало нового свидетеля. Экс-постпреда Украины в ООН Юрия Сергеева. Янковича Виталий Мишетчик заявил о том, что это правильный свидетель, который подтверждает обвинение Януковича. Суд miał идти шляхом вернуться с запитом про международную правовую помощь для вручения повесток, для полного объективного и справедливого расследования, а именно для того, чтобы Янукович был обозначен о все даты судового заседания и имел возможность принять в них участь, в том числе в режиме видеоконференции. Щедрый как никогда, находящийся под следствием, народный депутат Борислав Розенблат переписал дом на сестру. Кроме этого, семья депутата дала ей взаймы 7 миллионов гривен. Об этом говорится в декларации Елены Розенблат. Она депутат Новоград-Волынского райсовета. Часть денег, согласно документу, Елена получила 28 июля, остальное 3 августа. Тогда же нардеп преподнес сестре подарок половину дома. Недвижимость в более чем 200 квадратов расположена в Житомирской области. Я напомню, Розенблат с конца июля носит электронный браслет. Его подозревают в лоббировании интересов компании, связанной с незаконной добычей янтаря в Украине. В Одессе задержали одного из руководителей областного управления службы по чрезвычайным ситуациям. Взяли с поличным на взятки. Чиновник как раз получил от предпринимателя 10 тысяч гривен. Операцию СБУ провела совместно с военной прокуратурой. По их данным, деньги чиновник брал в обмен на обещание закрыть глаза на нарушение пожарной безопасности. За это ему грозит до 12 лет тюрьмы. Напомню, на днях в Одессе произошла целая серия пожаров в пляжных кафе и ресторанах. В ГОСЧС говорят, что в большинстве случаев это связано именно непосредственно с несоблюдением правил пожарной безопасности. Оперативники спецслужбы задокументовали неодноразовые факты, вымогания и одержания вооружения хабаев за вступление в одержании бездельных документов на використание объектов пожарного назначения. Поруби и Аваков приватизировали Верховную Раду. Такое заявление нардеп Сергей Каплин сделал сегодня в Чернигове. Глава социал-демократов утверждает, что спикер Верховной Рады регулярно нарушает регламент, не регистрируя депутатские проекты постановлений. При этом, по словам Каплина, фронтовик Андрей Порубий покрывает однопартийцев, отказываясь регистрировать документы, касающиеся отставки главы МВД Авакова, обвинений в коррупции заместителя главы нацполиции Вадима Трояна и министра юстиции Павла Петренко. Бездействие он это намерен оспаривать в суде. Глава Верховной Ради Украины, который на всех Майданах, с трибуны Верховной Ради Украины, на международных встречах, на встречах с людьми, обещал украинскому народу действовать демократически и соответствующим законам и регламентам, стал на шлях политического бандитизма. Мы подали низку других проектов постанов, про расследование коррупционных злочин в мафии Авакова и Яценюка. Он отмечает о регистрации соответствующих документах. Украина продолжает возвращать долги МВФ. 450 миллионов долларов, по информации замглавы Нацбанка Олега Чурия, на счета главного донора страны перевели сегодня. Деньги на погашение кредита взяли из золотовалютных резервов. Еще более миллиарда долларов фонду перечислят в конце этого года. Средств для покажения кредитов, прогнозируют эксперты, в этом году должно хватить, но в последующей могут возникнуть серьезные проблемы из-за того, что отдавать придется в разы больше. Гораздо интереснее будет 2019 год, где нужно будет отдать по разным оценкам от 4,5 до 5 миллиардов долларов. То есть эти деньги уже должны будут отдаваться либо из каких-то резервов и поступлений в бюджет страны. С 2018 по 2020 год Украину ожидает либо дефолт, либо, что более вероятно, очередная реструктуризация внешнего долга, потому что та реструктуризация, которую провела Наталья Ереско, это чисто кабальная реструктуризация. Я напомню, последняя кредитная программа стартовала в 2014-м. МВФ пообещала Украине 17 миллиардов долларов. 8 из них государство уже получило. Правда, от официального графика Киев все же отстает из-за непринятых парламентом пенсионной и земельной реформ. Очередной транш почти в 2 миллиарда долларов отложили на осень. Донорскую помощь от фонда Украина получает уже 23 года. За это время МВФ выделил 32 миллиарда долларов, отдали больше половины. Каждый украинец должен кредиторам по 200 долларов, так подсчитали экономисты. Без оздоровления экономики эту финансовую брешь не залатать, убеждены в оппозиционном блоке. Суммарно у нас критический порог давно перейдем. 90% ВВП уже должна страна. Это очень опасно для экономики, для страны и для ее безопасности. Кредиты брались на проедание. Не было никаких программ, которые, когда берется кредит, рассчитываются, как будут отдавать. Позиция нашей партии однозначна. Мы можем брать кредиты только под какие-то целевые программы, которые либо повышают продовольственную безопасность, энергетическую безопасность. Кредитные ставки в Украине не упадут, хотя ранее банкиры прогнозировали удешевление займов до 5%. Но Нацбанк сегодня оставил учетную ставку на прежнем уровне 12,5 годовых. Для того, чтобы снизить инфляционные риски. Это означает, что ставки по кредитам не изменятся. Ведь учетная ставка это, по сути, ориентир для финучреждений. Чем она выше, тем дороже займы. За вами должок. Польша потребовала, может потребовать, точнее от Германии, выплату военных репараций за преступления нацистов во время Второй мировой. Сколько денег хотят получить поляки и есть ли у них шанс, разбиралась Татьяна Лагунова. Время репарациям не помеха. Спустя 72 года после окончания Второй мировой войны в Польше задумались, а сполна ли немцы заплатили за преступления национал-социалистов. Местные политики не исключают, в ближайшее время Варшава может выставить Берлину новый счет. О возможных репарациях одновременно заговорили сразу несколько польских политиков, среди которых депутаты и даже министры. Дескать, вопрос контрибуции между Польшей и Германией до сих пор открыт. В Варшаве признают, да, спустя несколько лет после войны Польская Народная Республика официально отказалась от дальнейших репараций со стороны ГДР. Но отказ этот недействителен, так как решение было принято под давлением Советского Союза. Да и таких стран, как ПНР и ГДР на карте Европы больше нет. А значит, можно заново подсчитать ущерб и потребовать репарации от Объединенной Германии. По данным СМИ, вопрос сейчас рассматривает специальная комиссия Сейма. Своё решение юристы обнародуют через неделю. О какой сумме теоретически может идти речь, пока не говорят. Власти Германии, впрочем, уже заявили, ничего платить не будут. Для немцев вопрос выплаты репараций закрыт. Польша не единственная европейская страна, которая заново поднимает вопрос репараций. Несколько лет назад денег от Германии уже требовал греческий премьер Алексис Ципрос. Греки насчитали баснословную сумму 280 миллиардов евро. Правда, дальше громких заявлений дело так и не пошло. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В Великобритании к пожизненному заключению приговорили четверых мужчин, которые готовили крупный теракт. Преступники, называвшие себя мушкетерами, планировали устроить кровавую резню со взрывами. Все детали знает Алексей Пшемыский. Мушкетеры радикального ислама. Суд в Лондоне дал пожизненный срок четверым террористам из Бирмингема. Али Навид, Хусейн Хабаиб, Рахман Махера и Азиз Тахир были задержаны еще в апреле прошлого года. Граждане Великобритании, называвшие себя бандой мушкетеров, планировали устроить крупный теракт. Полиция опубликовала десятки видео слежки за злоумышленниками. Во время задержания у них изъяли самодельную бомбу, муляжи пистолетов, патроны, а также арсенал холодного оружия, включая нож с выцарапанной надписью «Кафир», неверный в исламе. Полицейские изъяли самурайский меч, который один из преступников приобрел в секшопе. По данным правоохранителей, виновные проходили подготовку в Пакистане и поддерживали связь с радикальным исламским проповедником Анжемом Чудари, ранее осужденным за поддержку ИГИЛ. Чтобы разоблачить террористов, агенты британской контрразведки Ми-5 создали вымышленную фирму по доставке товаров, куда злоумышленники устроились на работу. Когда было собрано достаточно доказательств, их взяли с поличным. По данным правоохранителей, так называемые мушкетеры вдохновились терактом в Ницце и резнёй на Лондонском мосту. Они планировали убийство британских солдат. Теперь вдохновение радикалы будут искать в тюрьме. Право на помилование они смогут получить лишь через 20 лет. По словам правоохранителей, эти четверо могут быть далеко не единственными сторонниками ИГИЛ, действующими в Великобритании. Ранее в иракском Масуле нашли список 170 членов ячеек террористов в Европе. Из Лондона Алексей Пшемыский, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. В этом месяце состоится встреча политсоветников-лидеров нормандской четвёрки. Её анонсировала первый замспикера Верховной Рады Ирина Герасенко. По её словам, на встрече этой обсудят подготовку следующих переговоров в нормандском формате. Главной темой станет выполнение договорённостей, достигнутых 24 июля во время телефонных переговоров между лидерами Украины, Германии, Франции и России. Напомню, тогда Пётр Порошенко назвал последние дни июля этого года самыми кровавыми на Донбассе в этом году и призвал ввести в зону АТО миротворческий контингент ООН. Эскалация в зоне АТО сегодня погибших и раненых среди украинских бойцов нет, но с наступлением сумерек боевики наращивают плотность своих обстрелов. Подключают тяжёлые калибры, в том числе танки и гаубицы. Украинские военные всё чаще отвечают огнём. Самое горящее направление Мариупольское, и там сейчас находится наша съёмочная группа. Позиции украинских военных в районе пункта пропуска – пищевик под Мариуполем. По этой дороге жизни с неподконтрольных территорий приезжают люди за пенсиями или купить продукты. Тут дешевле. Наличие гражданских на линии фронта нервирует военных. Они уже несколько раз находили свежие фугасы у дороги жизни. Они уже наладили сюда автобусы, постоянное движение за украинскими выплатами, социальными, различными. Ну и плюс продуктовые туры. Людей понять можно, людям надо как-то выживать. Но создают они нам дополнительные проблемы. На так называемой таблетке или буханке, уазике без лобового стекла едем на нулевые позиции. Пятный вариант. По прибытии нам приказывают быстро переместиться из машины в окоп. Стреляют здесь постоянно. Крупнокалиберные пулемёты, реактивные гранаты. Периодически боевики используют калибры и побольше. Вчера где-то в районе где-то с 10 до 20 минут один на 100. Был небольшой социальный обстрел. Прилетело 5 штук, 82-х мин. Хотя у нас режим тишины. Как оно говорится. И так каждый день. В окопах сотни и тысячи ос и пчёл. С началом сезона жары насекомые перебрались к бойцам. Пехота закопалась основательно. Глубоко. В окопах не так жарко. И иногда влажно. Дания вроде не кусают. Они с нами подружились. Мы с ними тоже. На этих позициях есть одно памятное место. Несколько месяцев назад здесь погиб военный. Его побратимы прямо тут построили полевой мемориал. И следят за ним. Как бы вот ребята сделали. Ему тут памятник. Там цветочки иногда ставим. Там протираем. То есть ухаживаете, да? Да. Да. Каждый раз когда проходим понимаем, что надо пониже ходить тут. Если же говорить об обстановке в целом, то за прошедшие сутки мариупольское направление самое горячее. Тут оказались под огнём крупнокалиберных миномётов, гаубицы, танка. Посёлки Водяное и Лебединское. Для журналистов это пока закрытая территория. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Закон у государственной границы нужно переписать. Об этом заявляют депутаты сразу нескольких фракций парламента. Говорят, нынешний документ ровесник независимости Украины, учитывая события в Крыму и на Донбассе, он устарел. Перед тем, как предлагать изменения, нардепы решили посмотреть на ситуацию в приграничных областях. Сегодня были в Бердянске. И все подробности в нашем материале. Проехав за последние несколько дней весь приграничный участок с неподконтрольными территориями в Луганской и Донецкой областях, депутатский десант сегодня прибыл в Бердянск. Первым делом встреча с местными пограничниками. Зона ответственности бердянских пограничников – Запорожская и Херсонская области. Это больше тысячи километров как на суше, так и на море. Что происходит на границе, видно вот на этих мониторах. Здесь и акватория Азовского моря, и пропускной пункт Ченгар. Скоро, говорят военные, там установят новые камеры наблюдения. Мы сейчас выходим из всего расположения, шукаем какие-то камеры, чтобы не глушились. Поэтому, за рахунок вирус-посережения, мы очень много чего видим. Мы фиксируем все злочины, которые находятся оккупантам на этой стороне. Основной приоритет, по мнению нардепов, безопасность границы. Ознакомившись с работой бердянских пограничников, завтра депутаты отправятся к их коллегам в Ферсонскую область. Затем будет Николаевская и Одесская. Тамошних местных избранников Верховную Раду приглашают присоединиться к депутатским каникулам. Итогом работы станут изменения в закон о государственной границе, который принимался еще в 1991 году. Их внесут на рассмотрение в Раду уже этой осенью. Данил Снисор, Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер Запорожская область. Миграционную службу просят проверить главу Минздрава Ульяну Супрун на наличие двойного гражданства. Депутатское обращение по этому поводу в ведомство направили нардепы из оппозиционного блока. Игорь Шурма и Алексей Билый. Депутаты подозревают, что Супрун во время получения украинского паспорта не отказалась от подданства США. Напомню, украинское гражданство президент предоставил Ульяне Супрун в июле 2015 года. В Минздраве на депутатское обращение уже отреагировали. Дескать, гражданство Супрун получил абсолютно законно. И за границу выезжает с украинским паспортом. Вот есть ли у нее паспорт американский, в заявлении министерства об этом не слово. Полгода без лекарств. Так живут 9 сел в Черкасской области. Единственную аптеку там закрыли еще весной. Якобы из-за того, что уволился фармацевт. Помещение пустует, а люди вынуждены ехать 25 километров за медикаментами. Все подробности узнаем от Станислава Кухарчука. Семейная медсестра Елена Корольская заканчивает утренний осмотр детей. Этого малыша мама привела на плановую прививку. Для укола медик использует шприц из неприкосновенного запаса. И объясняет, купить их в Межирыче попросту негде. Раньше было проще, говорит медсестра. Аптека находилась через дорогу от сельской больницы. Она там стоит и сейчас. Но вот только помещение закрыто еще с весны. Учреждение было единственным на 9 сел. Тут можно было приобрести все. От зеленки до тонометра. Виктор, страдающий сложной формой подагры, несколько раз в неделю получает капельницы в дневном отделении сельской больницы. Жалуются. Иной раз ему пройти сложно. А тем более ездить за препаратами в райцентр за 25 километров. Мне нужно сюда ехать в Канев, скупляться и вернуться назад. Где-то всякая нестовка. Опять нужно ехать туда и опять скупляться. В 2013 году сельская аптека из коммунальной превратилась в частную. Помещение областной завет отдал в аренду. Сначала работали без проблем, рассказывает фармацевт Светлана. И препаратов хватало, и зарплату исправно платили. Но год назад женщину перевели на полставки, а затем и полки вовсе опустили. Я фактически из своей заработной платы и содержила эту аптеку. Мне, знаете, было соромно перед людьми практически. Прийдет люди, она не имеет, не имеет, не имеет. Доведенные это отчаяние жители девяти сел написали письмо областным чиновникам с требованием открыть аптеку. Но в Черкасах лишь разводят руками. Вероятнее всего, частнику стало невыгодно содержать сельскую аптеку. А открыть коммунальную уже нет возможности. Ведь здание отдали в аренду. Договер аренды не предпочитает возможности областной рады втручаться в господарскую деятельность арендаря. И, на жаль, мы можем только в 2018 году, в 2 вересня, кажется, когда избегает термин аренды, переглядать этот договер аренды. В областном совете все же пообещали провести с частникам переговоры, но гарантии не дают. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности. Телеканал Интер. Черкасская область. Облава на фуры. Во Львовской области задерживают грузовики, которые нарушают запрет на проезд в жаркую погоду. На трассах международного значения и на объездной вокруг Львова установили весовые комплексы. Авто с грузом более 24 тонн отправляют в отстойник. Там они будут ждать, пока не спадет жара. Поскольку при температуре свыше 28 градусов асфальт становится мягким и деформируется. Нарушителям также выписывают штраф. Сумму рассчитывает компьютер, подключенный к весам. Обычно это около 2000 гривен. Возвращение места, в которых выполняется габаритно-ваговый контроль. Это приблизно в нас и в области 8 таких мест. Начиная от входа из Ривенской области и заканчивая с триом. Мы можем спостерегать, как на дорогах появляется колейность. Такие швыльки по сложению. Мы сегодня можем спостерегать на новой дороге Львов-Радехи-Луцк, где новая дорога отремонтирована. В 2015 году мы ее ремонтировали. И уже через три года, когда мы в 2015 начали, через три года у нас уже появилась колейность. Рекордсмен по пьяному вождению. В Закарпатии патрульные 16 раз останавливали одного и того же нетрезвого водителя. И это только в 2017 году. Всего в его коллекции более 30 админпротоколов. Почему нарушителя никак не могут призвать к порядку, узнаем от Марины Коваль. Независимо от времени суток и дня недели, Закарпатские патрульные задерживают одного и того же водителя. Иногда и дважды в день пьяного за рулем. Уровень алкоголя в его крови превышает норму в десятки раз. Довго, дуйте, 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 молодец. Дивите, сколько тут? Сколько? Два, двадцать пять. Два, девяносто шесть. Это Мукачевец, 83-го года народжения. Затримают его завжди в Мукачеве. Завжди на одном и тому самому автомобиле. Он ездит без документов. И при этом, будучи избавленным право на керувание. Только с начала года на этого водителя патрульные составили 16 протоколов за вождение в нетрезвом виде. Он завжди идет на співпрацю, подписывает документы, проходит огляд на вызначение стану спьянения. Пишет в списке, что он больше не будет керувати, обещает, что больше не будет керувати. Но снова таки керует. Как найти управу на водителя полицейские не знают. Арестовать его по украинскому законодательству не могут. За вождение в нетрезвом виде уголовная ответственность не предусмотрена. На судебные заседания нарушитель не ходит, по адресу регистрации не проживает, официально нигде не работает. И собирается ли платить штрафы, пока тоже неизвестно. Общая сумма взысканий на сегодня составляет 300 тысяч гривен. Это не предел. На следующей неделе еще два судебных заседания. Марина Ковалюри-Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. Украинцы попали под камнепад в горах Северной Осетии. Пострадали трое альпинистов из Одессы. Об этом сообщает консульская служба МИД Украины. Сигнал о бедствии поступил в 6 утра. ЧП произошло во время перехода через перевал. Двух альпинистов, оказавшихся под завалами, освободили другие участники группы. Но травмы серьезные, поэтому пострадавшие не могут передвигаться самостоятельно. На помощь отправилась группа спасателей. Визовый экзамен. Дональд Трамп намерен запретить въезд в страну мигрантам, которые не владеют английским языком. А еще тем, у кого нет денег. Кроме этого, президент США хочет отменить визовую лотерею, в которой ежегодно участвовали в том числе и сотни украинцев. Обо всех новшествах подробнее узнаем от Дмитрия Анопченко. Соединенные Штаты ежегодно выдают 140 тысяч рабочих виз. Приезжим со всего мира, многие из которых потом остаются в стране. Кто легально, а кто нет. Так было годами. Люди ехали в Соединенные Штаты в поисках лучшей жизни и соглашались на любую, даже грязную и низкооплачиваемую работу. Но Дональд Трамп теперь намерен все это поломать. Вместе с двумя сенаторами представил в Белом доме новый законопроект, главное в котором въезд в страну запретят мигрантам без средств к существованию и тем, кто не владеет английским. Мы отдадим предпочтение тем, кто владеет языком, финансово обеспечивает себя и свою семью и обладает навыками, необходимыми нашей экономике. Прибывших Трамп намерен лишить пособий. Мол, если сами стремились в Соединенные Штаты, то нечего и сидеть на шее у государства. Никакой социальной помощи. Еще предлагает ввести систему баллов, как при поступлении в ВУЗ. Если не доберешь до нужного результата, значит и рабочую визу не получишь. Трамп предлагает систему, при которой компьютер будет начислять высшие баллы. Молодым, высокообразованным и состоятельным. Предпочтение тем, кому не больше 30. Если везешь с собой жену, ее баллы считаются отдельно и могут снизить твои шансы на гринкарту. Если твоя вторая половина не молода или не так образована. И еще одно предложение президента Трампа. Отменить столь популярную среди украинцев визовую лотерею. Каждый год на протяжении 25 последних лет. Благодаря ей отбирали 55 тысяч мигрантов. Но теперь в Белом доме считают эту затею бесполезной. Нововведений предполагается много. Сегодня о них вся страна говорит. Вот только прессе эту реформу специально представили в период каникул Конгресса. Чтоб некому было с критикой выступить. Ведь в последнее время инициативы президента постоянно застревают в Капитолии. И новый законопроект может ждать та же судьба. А един Конгресс разве что в отношении санкций и внешней политики. Которую видят совсем не так, как Дональд Трамп. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль. Американское бюро телеканала Интер. А в Брюсселе начинают борьбу с дармоедами. Речь идет о людях, которые добились от государства пособий с помощью махинации. В городе увеличат число проверок. А штрафы для тех, кто незаконно получает соцпомощь, значительно вырастут. Подробнее расскажет Елена Абрамович. Бельгия страна с самыми высокими налогами в Старой Европе. Подоходный тут достигает 50%. Но это не помогает государству наполнить казну. Бюджетный дефицит в Брюсселе постоянная проблема. Еще бы, ведь в 2016-м трети домохозяйств города не платили налоги. Если среднемесячный доход ниже установленного минимума, можно не только не платить налоги, но и получать доплату. Впрочем, количество таких жителей в городе зашкаливает. И федеральное правительство Брюсселя решило более тщательно проверять тех, кто получает пособия. Проверки будут серьезные и систематические, пишут бельгийские СМИ. Инспекторы федерального правительства договорились о сотрудничестве с одной стороны с организациями, которые консультируют по вопросам трудоустройства, а с другой с агентствами, которые помогают получить пособия при болезни или потере работы. Их задача – выявить подозрительные случаи. Мы разработали инструмент, который дает возможность нашим инспекторам проанализировать ситуацию, чтобы они могли понять, где нужно провести проверку в первую очередь. Пересмотрел Брюссель и меры наказания. Мошенникам придется не только возмещать незаконно выплаченные пособия, но и заплатить существенный штраф. Благодаря этому уже в следующем году, согласно прогнозам, бюджет города пополнится на 50 миллионов евро. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Брюссель. Европейское бюро телеканала Интер. Чем закончилась жесткая посадка посреди пляжа в Португалии? Сколько платит НАСА за спасение мира? И за что американского школьника пригласили в Белый дом? Об этом и не только в нашем обзоре. Экстренная посадка на пляже в Португалии. Легкомоторный самолет приземлился на курортном побережье недалеко от Лиссабона. В тот момент там отдыхали люди. Когда машина стала резко снижаться, они начали убегать, но успели не все. Под колесами самолета погибли двое. А вот люди на борту, мужчина и женщина, не пострадали. Причина аварийной посадки – технические неполадки, какие именно выясняет полиция. НАСА ищет защитника человечества. В аэрокосмическом управлении открылась вакансия офицера по планетарной защите. Он должен оборонять Землю от чужеродных бактерий из космоса. Должность существует с 1967-го. Контракт предлагают на три года. Предупреждают о частых поездках. Зарплата – 190 тысяч долларов в год. Кандидат должен иметь докторскую степень по физике или математике. Написал президенту и получил ответ. В США 11-летнего мальчика пригласили в Белый дом. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь администрации президента Сара Сандерс. Для школьника Фрэнка проведет экскурсию штатный садовник. Дело в том, что в письме мальчик написал, хочет подстричь газон возле Белого дома и показать, на что способны юные граждане. Инициативу поддержали. Масштабный перформанс устроили фанаты Варшавской легии во время матча против Астаны. Вспомнили 73-ю годовщину Варшавского восстания. Трибуну превратили в гигантский флаг Польши с цифрой 1944. Также вывесили баннер с изображением нациста, приставившего пистолет к голове ребенка. Во время Варшавского восстания были убиты 160 тысяч человек. Погибло много детей. Автомобиль-амфибию представил изобретатель из Чехии Роберт Шубек. Мерседес-спринтер он переоборудовал в фургон, способный ездить как по суше, так и по воде. Сварочные работы проводил собственноручно. В транспорте 12 пассажирских мест. Шубек планируют перевозить на своем вездеходе туристов. Будет показывать красоты чешской природы. Ламборджини Диабло из клипа Джемми Раквай выставили на торги. Стоит ярко-фиолетовое авто 730 тысяч долларов. Эта модель выпускалась с 1990 по 2001 годы. Машина стала настолько популярной, что ее образ использовали в видеоиграх. В клипе британской группы Джемми Раквай снимали два ламборджини. Одна машина разбилась, а вот другая уйдет с молотка. Закончилась эпоха Кличко. Экс-абсолютный чемпион мира супертяж Владимир Кличко объявил о завершении своей карьеры. Сейчас ему 41, боксирует с 14. В 1996 выиграл Олимпиаду в Атланте и после этого перешел в профессионалы. За свои 27 лет на ринге Владимир Кличко провел 69 боев, из которых выиграл 64. 53 из них нокаута. На протяжении десятилетия он был непобедим в супертяжелом дивизионе. Владел чемпионскими поясами по ведущим мировым версиям. Но в апреле этого года проиграл бой британцу Энтони Джошуа. После поражения Владимир взял паузу. Ожидалось, что матч-реванш состоится 11 ноября, но Кличко-младший заявил, что намерен начать новую карьеру. В Киеве сегодня приветствовали женскую и мужскую сборные Украины по баскетболу. В игре 3 на 3 украинки завоевали бронзу в мировом первенстве, проходившем во Франции. А мужчины заняли третье место на чемпионате Европы, который состоялся в Нидерландах. Во дворце спорта баскетболистам вручили награды. Некоторые получили звание мастер спорта международного класса. Спортсмены своими результатами довольны, но сознаются, что есть еще над чем работать. Мы молодцы, что мы собрались и вышли и отборолись за эту бронзу. Потому что после таких поражений обычно руки падают. Мы сумели найти в себе силы и отвоевать эту заслуженную бронзу. На сегодня это все новости. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова